Ну и вот, перцу осталось немножечко повариться, а соус наш готов. Объедение. Попробуйте, друзья, не пожалеете. Привет всем заглянувшим. Привет из дачной купавни. Сегодня у нас посылка. Посылка из интернет-магазина Пловер. Посуда. Сначала распакуем. Сережа уже начал это делать. Посмотрим, что я выбрала в этом интернет-магазине, какую посуду. Все расскажу, покажу. А затем протестируем эту посуду. Буду готовить. Друзья, в общем, я заказала сковороду-гриль, ковш вот такой вот с ручкой. И большую кастрюлю. Посмотрите, какая упаковка. Коробка очень красивая. В таких коробках приятно сделать и подарки близким. Итак, эта посуда с антипригарным покрытием. Изготовлена из высококачественного кованого алюминия с добавлением кремния. И поэтому очень хорошо удерживает тепло. Эта посуда идеально подходит для всех типов плит, включая индукционные, но также идеальна для использования на газовых и электрических плитах. Ручки просиликоненные. Крышка с пара отводом на кастрюлях и ковшах. Дно толстостенное. И посуда не уступает по качеству знаменитым брендам. Сковорода-гриль с антипригарным покрытием. Алюминиевая толстостенная сковорода. Высококачественное антипригарное покрытие. Высокая теплопроводность. Подходит для всех типов плит. 24 см. Вот такая сковородочка. Приятная такая силиконовая ручка. Как и было обещано. Сними, Сереж, вот эту вот упаковку аккуратненько. Сковорода-гриль. Тоже с антипригарным покрытием. И вот с такими ребрышками. А в ложбинках между ними будет оставаться жир. И мясо не будет пропитываться лишним жиром. Ну а квадратная форма тоже очень удобна для готовки любых мясных блюд. Здесь можно хорошо разместить и стейк. Другие блюда, которые будем готовить из мяса. Так, ну и сейчас посмотрим, что здесь тоже. Отводный канал. Сбоку притом. Пароотводный канал. Сбоку. Ненагревающие силиконовые ручки. Ковш с антипригарным покрытием. Со стеклянной крышкой. 16 сантиметров на литр с небольшим. Так, и здесь по значочку видно, что здесь пароотводное отверстие. Вот оно. Отлично. Вот так вот сделано. Сбоку. Нет. Ну, куда хочешь, в какую сторону хочешь, туда и поворачиваешь. Видишь, оно вот. Ага. Вот. А вот два горшинка почему-то. А, два, значит, с двух сторон, точно. С двух сторон этот каналчик. Ну да, вот и вот. С обеих сторон. Просто поворачиваешь куда хочешь. Это и для пальцев. Да, очень. И для пальцев тут такое углубление. Отлично. Силиконовые ручки вот такие. Очень приятны на ощупь. И при нагревании посуды никогда они не будут обжигать руки. То есть они сами не нагреваются. Кастрюля. И тоже. Канальчики. 24 сантиметра на 4,5 литра. Давай распаковывай. Вот такая кастрюля. Она подходит как для приготовления первых блюд, так и как жаровня. Разнообразные вторые блюда можно будет приготовить. И тушеные, и жареные. И очень хорошо подойдет для приготовления плова. А вот так сбоку, не сверху, как обычно у кастрюль бывает. Два пара отводных клапанов на крышке сбоку. Очень удобно. Крышка стеклянная с силиконовой окантовкой. С удобной ручкой. Тоже силиконовой. Ну и друзья, приобрести данную посуду можно и на Озоне. А самое главное на сайте Plover.ru. Plover.ru – это интернет-магазин, который занимается продажей товаров для дома и сада. Ищу там на сайте множество других интересных товаров, нужных в хозяйстве, на даче, дома. И такая же посуда других разных размеров. И также отдельно крышки продаются. При покупке через сайт будет действовать скидка 10% по купону, который и все необходимые ссылки размещу под этим роликом в описании и в первом закрепленном комментарии. Так что заходите, смотрите и удачных вам покупок! Ну и все. Сегодня буду готовить новой посуде. Сейчас ее помою. Сегодня хочу приготовить на ужин фаршированный перец с замечательной подливкой. Ну, фаршированный перец все умеют готовить, я думаю. Подробности показывать не буду. А вот как подливку делаю по рецепту моей свекрови, сейчас я вам расскажу, покажу. Итак, первый ингредиент это мука. Вот такая вот ложка большая сверху. И будем эту муку прокаливать до розового цвета. Трудно бывает уберечь от пригорания. Опыт большой нужен в приготовлении на обычной сковороде. Попробую приготовить этот соус на сковороде-гривль. Как раз и будет тест на антипригарность. Затем я сегодня кладу привезенное из деревни топленое масло. А обычно сюда, так как топленого масла не бывает под рукой, я кладу просто крестьянское масло, купленное в магазине. Ну а сегодня вот топленое масло. И этим топленым маслом мешаю уже порозовевшую муку, так, чтобы мука эта пропиталась маслом. Теперь сюда добавляю сметану. Ну это тоже я так на глазок по вкусу. Две ложки можно, можно три ложки. Всё это мешаем, естественно. Доводим до кипения каждый раз. Теперь я сюда добавляю томатную пасту. В деревню мы добавляли своего приготовления. Я в городе здесь добавляю обычно купленную в магазине. Но вот так как сегодня у меня томатной пасты нет в холодильнике, я добавляю кетчуп. Так как кетчуп он и солёный, и слащённый, я сначала попробую, стоит ли добавить соли сюда и сахара. Обычно, когда просто томатная паста, то он по вкусу добавляю. И снова всё мешаю, довожу до кипения. А теперь вливаю, ну пару, наверное, может быть парочку, а может три, половника воды, в которой варится фаршированный перец. То есть бульон. Фаршированный перец продолжает вариться. И снова перемешиваю, довожу до кипения. Ну и вот, перцу осталось немножечко повариться. А соус наш готов. Объедение. Попробуйте, друзья, не пожалеете. Ну вот, это серёжная порция, моя порция. Всё это с замечательным соусом. Приятного нам аппетита. Всем хорошего вечера. Всего доброго. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моём канале. Под Купавинским небом. Субтитры сделал DimaTorzok